МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости. Я Михаил Сылантьев. Коротко о некоторых темах выпуска. Торжественная речь командира корпуса, исполнение гимна Российской Федерации и шествия военнослужащих по площади Победы. Как проходит репетиция главного парада Победы, расскажут мои коллеги через несколько минут. Масштабный субботник стартует по всей стране. В мероприятии участвует и островной регион. Как прошла генеральная уборка в областном центре, расскажу я, Владимир Ильин, уже через несколько минут. Огнеборцы отметили 375 лет пожарной службы. В Южно-Сахалинске поздравили доблестных борцов со стихией и в их честь устроили концерт. Подробности расскажут мои коллеги. Почти треть лесных пожаров в стране пришлась на Дальний Восток. В прошлом году сезон пожарной опасности в этом году уже стартовал, в том числе в Сахалинской области. Главы регионов обсудили способы противостояния стихии на заседании Совета Дальневосточного федерального округа. Также губернаторы обменялись опытом в реализации социальных проектов. Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя правительства России, полномочного представителя президента в Дальневосточном округе Юрия Трутнева. Мы делаем большое количество общественных пространств, в том числе участвуем во многих федеральных программах. Вообще по темпам изменения общественного пространства мы занимали в прошлом году первое место в Российской Федерации. Это проводила администрация президента. Еще одной темой заседания стала поддержка бойцов в зоне спецоперации. Из Сахалинской области на линию фронта регулярно отправляют партии с гуманитарной помощью. Также в регионе налажено производство беспилотных летательных аппаратов. Новая взлетно-посадочная полоса в Южно-Сахалинске готова на 80%. Подрядчик уже построил 2600 метров, остается отрезок в 800 метров. Объект будет отвечать всем требованиям безопасности и позволит принимать воздушные суда без ограничений. Ход выполненных работ проверил губернатор Валерий Лимаренко. Фактически у вас флажки расставлены следующим образом, что у вас 20 мая нужно сдать на тест работу радиотехнического оборудования. Для того, чтобы обеспечить возможность выполнения работ на вот этом... Да, понятно. ...другое место, чтобы можно было работать из России. Хорошо. Новая взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию уже в следующем году. Тысячи сахалинцев и курильчан вышли на улицы и в парки, чтобы привести их в порядок. Во всех районах области прошли мероприятия в рамках Всероссийского субботника. Как потрудились в Южно-Сахалинске, знает Владимир Ильин. Ни жарко, ни холодно, осадков нет. Сама погода благоволит к проведению генеральной уборки. На улицы выходят сотрудники городской администрации. В порядок приводят скверы, тротуары и другие общественные пространства. К мероприятию присоединяются и работники других организаций. Во-первых, это просто по-человечески сближает. Ну, а во-вторых, безусловно, наряду с тем, что наши коммунальные службы очень много уже сделали, чтобы город после зимы преобразился, чтобы были убраны газоны, улицы. И это уже видно. Ну, так вот, наряду с этим очень важно, чтобы вот такие мелкие закутки, куда ещё городские службы не нашли, были убраны с помощью вот такой коллективной работы. Порядок наводят и представители молодого поколения. К уборке присоединились студенты, школьники, юноармейцы. Последние под руководством губернатора Валерия Алимаренко привели в порядок лужайки в городском парке и высадили деревья. Молодые! Здравствуйте! Привет! В каком классе учитесь? Восьмой. О, вы уже взрослые хлопцы. Не остались в стороне и сотрудники медиахолдинга «Губернские ведомости». Работники издательского дома провели генеральную уборку возле областной типографии. Поступило предложение от руководства выйти помочь с уборкой территорий. Я считаю, что это довольно-таки правильно выходить и убираться там, где мы находимся большую часть времени, потому что мы работаем здесь. Убираться не только на территории своего учреждения, рабочих местах, можно еще и цветы сажать. Я считаю, что это полезно вообще, в принципе, для всех людей, потому что это общественная работа, город становится лучше, красивее. Я думаю, такие мероприятия нужно проводить почаще, больше, чем раз в год. Даже больше, чем два раза в год, я бы сказал. Ну, потому что мусор копится иногда, конечно, рук не хватает. Там одно унес, два унес, а мусор-то все равно скапливается, скапливается. Коллектив-то большой, и не все могут вынести оперативно. Поэтому, да, вот такие вот, как раз-таки, сабандуйчики и нужны. Участие в масштабном субботнике приняли десятки тысяч сахалинцев и курильчан. К акции присоединились во всех районах области. Владимир Ильин, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. Первая репетиция Парада Победы прошла в Южно-Сахалинске около 500 участников, военнослужащие 68-го армейского корпуса, сахалинского пограничного отряда ФСБ, МЧС, а также кадеты и юнормейцы в составе пешей колонны прошли по главной площади островной столицы. Несмотря на вечернюю прохладу, у заграждений собрались сотни желающих понаблюдать за действием. Около порядка месяца уходило времени на тренировку. Три тренировки в неделю было. Вот как бы, ну, думаю, все научились, все хорошо будет, все получится. Впереди еще несколько репетиций. Ближайшая состоится 29 апреля. С 7 до 19 часов будет запрещена остановка и стоянка автотранспорта по периметру площади. С 19 до 22.30 будет закрыт проезд через площадь Победы по улице Горького, а также со стороны проспекта Победы. Сахалинских огнеборцев поздравили с Днем пожарной охраны. Служба по борьбе с огнем была создана 375 лет назад. В честь знаменательной даты состоялся концерт для сотрудников Государственной противопожарной службы. К ним со словами поздравления обратился председатель правительства региона Алексей Белик. Со своей стороны власти региона делают все возможное, чтобы обеспечить их техникой и оборудованием. Сегодня Государственная противопожарная служба Сахалинской области включает в себя подразделения федерального и регионального уровня. Ежедневно на дежурство заступают 520 пожарных. В состоянии постоянной готовности находится 151 единица техники. Отмечена в Сахалине первая пожарная часть была организована в 1907 году в посту Александровском. Сахалинским призывникам рассказали о предстоящей службе. Встреча молодежи с профессиональными военными и ветеранами спецоперации прошла в здании ДОСААФ, где проводится допризывная подготовка будущих защитников страны. Парням рассказали о правилах поступления в военное училище и об ответственности за уклонение от призыва. Я собрался поступать в Краснодарское высшее военное летное училище. Почему? Ну, с детства самолеты люблю. Вот прям восхищаюсь ими. Вот хотелось бы стать пилотом истребителем. Бабушка, дедушка были военными. Вот. Дедушка восхищался военно был, общается, подполковником закончил. Даже учителя говорят про то, что после некоторых уроков мужества дети меняются в поведении. То есть они становятся более внимательными. Также молодежи продемонстрировали образцы вооружения времен Великой Отечественной войны и показали работу кинологов. Сахалинка Ангелина Марчук стала участницей всероссийского вокального конкурса «Звезда». Перед девушкой стоит непростая задача – достойно представить островной регион. На большое состязание приехали вокалисты из всех регионов России. А победители выберут при помощи зрительского голосования и мнения экспертов. Устроить домашний концерт, стоя на стуле, и попросить всех подпевать любимую песню «Колыбельная медведица». Ангелина Марчук с детства увлекается вокалом и окончила музыкальную школу с красным дипломом. А сейчас учится в Сахалинском государственном университете на лингвиста. Изучает английский и японский языки. Год назад поступила в Академию Ларисы Долиной и продолжает совершенствоваться в вокальном мастерстве. «Звезда» стал для меня первым моим телевизионным проектом, в котором я участвую. И поэтому он для меня очень важен. Я к нему долго готовилась, долго шла. И поэтому сейчас мне очень нужна поддержка наших сахалинцев и курильчан, чтобы дальше пройти финал этого замечательного телепроекта. Ангелина представляет островной регион на Всероссийском музыкальном состязании, в котором принимают участие все 89 регионов страны. Конкурс «Звезда» проводится при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры Российской Федерации. «Композицию, которую взяли в эфир, в итоге утвердили, ее мы готовили в прошлом году с Ангелиной на один из конкурсов, который проходил в Сахалинской области. И Ангелина достойно там исполнила эту композицию и представила наш университет на конкурсе, заняла призовое место. И песня очень подходит Ангелине». Выпуск с участием Ангелины выйдет в эфир 29 апреля на телеканале «Звезда» в 22.25 по сахалинскому времени. А голосование начнется в понедельник в 6 утра и продлится ровно сутки. Отдать голос Ангелину можно на сайте проекта. Бумажные фигуры журавлей, символы Победы, нарисованные георгиевские ленты украсили окна вагонов поезда пригородного направления. Школьники и студенты во главе с активистами движения «Первых» стали участниками традиционной всероссийской акции «Окна Победы», приуроченной к 9 мая. «Эта акция проходит с 22 апреля по 9 мая. И все эти дни поезд будет и в празднике работать. И он будет ездить по маршруту Южно-Сахалинск-Дальнее-Дальнее-Южно-Сахалинск-Южно-Сахалинск-Корсаков. Солдаты отдавали свою жизнь за нас, чтобы мы жили в мирное время с вами всеми. И чтобы мы не забывали про этот праздник и чтили его всегда». Впервые акция «Окна Победы» прошла в 2020 году. С тех пор стала традиционной. Окна жилых домов, школ, музеев, театров, учреждения украшают рисунками, фотографиями, силуэтами героев, победной символикой. Стать участником акции могут все желающие. Какие мероприятия заменят традиционные когда-то первомайские шествия и где в регионе состоятся военные парады в День Победы, рассказал начальник управления общественной коммуникации правительства Сахалинской области Егор Умнов. Смотрите в рубрике «Гость студии». Егор Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте напомним зрителям, как отдыхаем в этом году. По производственному календарю мы начинаем отдыхать с 28 апреля, 4 дня выходных, и, конечно, 1 мая тоже красный день календаря будет выходным днем. И следующие длинные выходные у нас начнутся 9 мая, с Дня Победы, и также продлятся 4 дня. Какие традиции у нас в регионе, может быть, какие-то особенные, как раз региональные, есть по празднованию 1 мая? Ну, конечно, все мы любим и помним традицию праздничного шествия, которое проходит по улицам наших городов, и в Южно-Сахалинске последнее такое шествие проходило достаточно массово, несколько тысяч человек в нем приняло участие. Но в этом году в Независимой Федерации профсоюзов было принято решение отказаться от привычного формата. Это связано с тем, что в ряде регионов по соображениям безопасности его провести невозможно, а все-таки это движение, которое должно проходить одновременно по всей стране. Поэтому будут применены другие форматы. Прежде всего, конечно же, проходят различные праздничные встречи в трудовых коллективах с поощрением наиболее заслуженных работников, ветеранов труда. Проходят различные официальные мероприятия. Буквально недавно на днях в правительстве Сахалинской области состоялось заседание трехсторонней комиссии, областной на которой рассматривались вопросы защиты прав трудящихся. И, конечно же, оно было посвящено, это мероприятие, предстоящему Дню труда. И в этом смысле этот праздник для нас особенный, потому что АХ несколько лет назад был удостоен высокого звания «Город трудовой доблести» благодаря тем усилиям, которые наши труженики тыла прилагали в годы Великой Отечественной, Второй мировой войны, давая рекордные объемы нефти. И в ознаменовании этого события в городе установлена стела «АХа – город трудовой доблести». И, конечно, я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей и потомков с этим наступающим праздником. Ну и как раз мы плавно подобрались к главному празднику в году в нашей стране, к 9 мая. Какие мероприятия планируются у нас в этот день? 9 мая у нас традиционная программа. Прежде всего, безусловно, мы все с нетерпением ждем парада победы. На территории Сахалинской области сразу три мероприятия подобных проходят. Это в городе Южно-Сахалинский парад с прохождением военной техники, а также пешие парадные расчеты пройдут в Курильске и в Южно-Курильске. Если возвращаться к Южно-Сахалинску, то в параде примет участие свыше 800 человек. Это как военнослужащие 68-го армейского корпуса, представители силовых структур, погрануправления ФСБ, Федеральная служба исполнения наказания, так и представители нашей молодежи, прежде всего, движения «Юнармия». Это кадетские классы и примет участие в этом году кадетский класс, созданный в 8-й школе города Южно-Сахалинска по инициативе Министерства внутренних дел управления по Сахалинской области. Также примут участие и казаки, и кадеты. Сразу после завершения парада на площади Победы, рядом на территории исторического парка «Россия. Моя история» 68-м армейским корпусом будет развернута статичный показ военной техники, к которой можно прийти, посмотреть. Дети очень любят по ней полазить, военные, как правило, этому не препятствуют. Всех всегда еще интересует, каждый год, жителей Южно-Сахалинска, да и гостей города, будет ли фейерверк. Пока этот вопрос обсуждается. Не будет шествия бессмертного полка, тоже по вопросам безопасности. Как он будет проходить? Да, действительно, как я уже сказал по 1 мая, движение «Бессмертный полк» – это народное движение, которое одновременно проходило во всех регионах. И с учетом сегодняшней ситуации было принято решение организаторами от привычного формата отказаться. Но, тем не менее, мы не отказываемся от формата в целом, проведения «Бессмертного полка». Есть множество возможностей для того, чтобы выразить дань памяти к ветеранам, к своим прадедам, которые защищали нашу страну. Это как формат онлайн «Бессмертный полк», когда можно подгрузить на официальном сайте полкрф.ру информацию о своем ветеране, и она будет транслироваться на федеральных каналах, и в том числе здесь, в Южно-Сахалинске. Так и можно выбрать другие различные варианты. Можно сделать принт на футболке с портретом, и также ее использовать на каких-то мероприятиях. Есть отдельные форматы, предусмотренные для нашей молодежи, для младших школьников, когда проводятся патриотические линейки, уроки и создаются настоящие стены памяти в учреждениях из портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Подобную акцию будет проводить в этом году и молодежная арт-резиденция «Маяк», где подобная стена памяти с фотографией активистов движения будут установлены. И такие форматы, безусловно, они напоминают о тех событиях и позволяют хранить память о наших ветеранах и героях. Спасибо вам за подробную информацию. Спасибо вам. Это еще не все новости. Продолжим после короткой рекламы. Снегурочка, а не сказка. В Чехов-центре состоялась премьера спектакля по мотивам пьесы Островского. Постановка соединила танцевальные и драматические языки. Закончится ли история хэппи-эндов на сахалинской сцене, расскажу вам я, Елена Лим. Камерная выставка «На острове нормальная погода», показательное кормление капуцинов, креативный мастер-класс с чернилами и поваренной солью. Такие предложения доступны для всех островитян уже в ближайшие выходные. И о других не менее интересных культурных событиях я, Олег Царев, расскажу в рубрике «Афиша». В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней. Забота, защита, уважение. Ремонт подъездов и дворов, благоустройство общественных пространств. В Сахалинской области каждый год проходит масштабный ремонт общественных пространств. В 2023 году благоустроено 25 общественных пространств. В порядок привели более 1400 дворов. Только в Южно-Сахалинске проведен текущий ремонт более 600 дворов. Что в полтора раза больше, чем в 2022 году. Отремонтировано 4037 подъездов и 301 входная группа. В 2024 году планируется благоустроить 21 общественное пространство. 177 дворов и 3000 подъездов. Подать заявку на ремонт подъезда можно на горячую линию ЖКХ. Проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лемаренко. Сортировать отходы в домашних условиях легко и просто. Для этого потребуются два ведра. В одном будут скапливаться пищевые отходы, в другом пластик, металл, стекло. Чистое сухое вторсырье не имеет неприятного запаха, поэтому может храниться долго. После чего отсортированные отходы можно будет отнести в бак-сетку во дворе. Самое главное – подготовить вторсырье к сдаче. К примеру, бутылку из-под растительного масла или бытовой химии перед утилизацией необходимо тщательно промыть моющим средством и высушить. Как грамотно взаимодействовать с управляющими компаниями? Куда обращаться? Кто и за что отвечает на эти другие важные вопросы? Вопросы ответили на очередной встрече с активными жителями многоквартирных домов в областном центре в штабе общественной поддержки. Специалисты поделились рабочими практиками в жилищно-коммунальном секторе. Встреча проходила в формате вопрос-ответ. Самая главная цель у нас – завлечь как можно больше активных граждан в наш проект, для того чтобы в конечном итоге обеспечить качественные, комфортные условия проживания для наших жителей. Во-первых, это просвещение. Во-вторых, это инструментарий. Инструментарий взаимодействия жителей, собственников с управляющими компаниями. Но и в-третьих, по большому счету, это новая философия взаимоотношений и управления своими домами. Встреча прошла в рамках проекта «Управдом», инициированного губернатором Валерием Лимаренко. На Сахалине прошел диктант победы. Одной из центральных площадок акции в Южно-Сахалинске стал штаб общественной поддержки. Только здесь диктант написали почти два десятка человек. Среди участников студенты, пенсионеры и общественные деятели. Задания в этом году были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеем писателей, фронтовиков и другим памятным датам. Сегодня мы пишем диктант победы. Что такое диктант победы? Это в первую очередь мы отдаем дань уважения, дань памяти тем людям, которые отстояли нашу страну, были на защите нашей Родины. Благодаря нему мы сегодня, вот наша страна живет, процветает. Диктант победы – это уже традиция по сохранению и передаче памяти о Великой Отечественной войне. Всего на Сахалине и Курилах было открыто 115 площадок, а общее количество участников акции превысило тысячу человек. Мешают водителям, угрожают пешеходам, разбивают плитку. В регионе вновь наступил сезон любителей самокатов электрических и трюковых. На них жалуются водители и пешеходы, и даже пользователи других средств индивидуальной мобильности. Я только что сейчас сюда ехал. Два самокатчика по дороге ехали прямо, и вдруг, перед тем, как я к ним подъехал, они начали резко вилять по дороге. То есть это должна быть осведомленностью самих участников дорожного движения. Как соблюсти баланс интересов на дорогах и тротуарах, расскажем в специальном репортаже в программе «Итоги недели» 28 апреля в 19.30. Не пропустите. В Чехов-центре состоялась премьера пластического спектакля. «Снегурочка. Не сказка» соединила в себе реальные и фантастические миры. На сцену вышли как новые, так и опытные актеры. Музыку написали специально к постановке. Елена Лим продолжит. 14-летняя Мея находится в больничной палате. Девочку сопровождает лишь монотонный звук медицинских приборов. О том, что с ней происходит что-то плохое, зритель понимает без слов. По удрученным родителям, по решительной походке врача и слабой девочки. Однако позже из рук врача больная получает куклу, на которую проецирует свою болезнь. Так появляется «Снегурочка». Постановка отличается от привычных спектаклей классического театра. Новое видение показано современно и свежо. Мы осваивали новые стили танцев. Мы немножко занимались фанком, хип-хопом. Это не так явно выражено в спектакле, потому что это театральная форма. Но мы осваивали это для нового почерка и для характеристики персонажей. Для нового языка танцевального, который еще не был освоен артистами. И они так с азартом за это взялись, хоть это было сложно. Музыку к спектаклю написал композитор Федор Сенчуков из Северной столицы. Музыкант уже работал сахалинскими режиссерами над постановкой «Шекспирсон». Его мелодии, словно транс, легко переносит зрителя из реального мира в фантастический. Мы постарались сделать работу, совершенно противоположную тому, что мы делали раньше. В данной истории мы постарались идти больше от текста автора. Но это было несложно, потому что, если хороший текст, он рождает отклик. И этот отклик его просто надо записать. Зрители в восторге. Несмотря на то, что в спектакле практически нет слов, все эмоции, которые хотели передать актеры, легко читаются. Спектакль мне очень понравился. Я уже неоднократно хожу в театр и была на спектаклях этого режиссера. Очень меня впечатлило. Как всегда, спектакли очень современные. Интересный подход. Актерская игра всегда завыраживает. Очень мне нравится. В целом положительные впечатления. Следующий показ запланирован на 28 мая. Елена Лим, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ. Площадь Славы в областном центре преобразится накануне майских праздников. Там высадят около 8 тысяч различных цветов, 50 наименований. Изменения коснутся не только этого общественного пространства. После того, как здесь будет произведена посадка, мы перейдем на площадь Победы. И там будет высеяно красиво наш круг в виде звезды. И там порядка 12,5 тысяч будет посажено цветов. И мы надеемся, что наши новые клумбы порадуют как жителей города, так и гостей, которые прибывают на наш прекрасный остров. Всего до наступления лета в Южно-Сахалинске высадят около 700 тысяч цветов. Как интересно провести выходные, в рубрике «Афиша» расскажет ее ведущий Олег Царев. У меня на этом все. До встречи. Впереди выходные, а значит, пора заняться чем-то интересным и творческим. Как провести свободные деньки, расскажет рубрика «Афиша». И я, Олег Царев. Сахалинский областной краеведческий музей подготовил новую камерную экспозицию на острове «Нормальная погода». Выставка приурочена к 190-летию Гидрометеорологической службы России. Барометры, осадкомеры, датчики ветра и другие подлинные гидрометеорологические приборы из фондов Краеведческого музея смогут открыть для себя посетители выставки. Сахалинский зоопарк ждет больших и маленьких посетителей на показательное кормление капуцинов. Во время мероприятия можно будет не только увидеть процесс кормления, но и узнать интересные факты о капуцинах. Загляните в последнее апрельское воскресенье в экспозицию «Приматы», чтобы увидеть, с каким аппетитом наши маленькие родственники уплетают фрукты. Провести вечер в театре – прекрасная идея для семейного времяпровождения. Чехов Центр предлагает погрузиться в романтичный сюжет истории. Люди всегда делились друг с другом историями. Пьеса современного драматурга Ольги Никифоровой «Люблю-не-могу» является своеобразным альманахом о любви, в котором слышны многоголосица города, его дыхание и сердцебиение. А типажи, ситуации и коллизии, метко подмеченные драматургом, близки и понятны к каждому из нас. Сахалинский художественный музей подготовил для вас увлекательный мастер-класс с интересными материалами. Чистый лист бумаги, обычная соль и чернила, которые в процессе высыхания распадаются на несколько оттенков, помогут создать настоящий художественный шедевр в виде необычного туманного леса. Выставка «Мезис. Искусство. Жить» открылась в музее книги Чехова. Экспозиция рассказывает о многогранной личности и биографии известного сахалинского деятеля, художника и изобретателя Алексея Яковлевича Мезиса. В экспозиции представлены личные вещи и документы из семейного архива Алексея Мезиса, а также его художественные произведения, рукописи с личными воспоминаниями и стихами. Проведите выходные с пользой и удовольствием. С афиши вас знакомил Олег Царев. До встречи! Снабжение Красной Армии продукцией лесной и угольной отрасли в годы Второй мировой войны была одной из важнейших задач Сахалина и Курил. Свыше миллиона кубометров древесины и более 200 тысяч тонн угля было отправлено на фронт. В то время на Сахалине работал лесотерный комбинат и лесозавод. Были построены промышленные комбинаты по производству бочка тары и пиломатериалов. Сахалинский уголь использовали на предприятиях всего Дальнего Востока. Им заправляли железнодорожный и морской транспорт. Сахалинские шахтеры добыли около двух миллионов тонн угля. Лесные пожары – это опасная и грозная стихия. Остановить и победить огонь – призвание сильных. Летчики-наблюдатели, парашютисты-пожарные, десантники-пожарные, авиалесоохраны, Рослесхоза – надежный щит российского леса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова